Об опасной ситуации на Украине, о пенсиях, предстоящих выборах и других важных событиях говорил сегодня Александр Лукашенко. Белорусский президент более четырех часов отвечал на вопросы журналистов в негосударственных СМИ. Дарья Харькова слушала беседу и готова рассказать о самом главном. С журналистами президент встретился в том же зале Белорусского дворца независимости, где в феврале этого года президенты Германии, Франции, России и Украины 17 часов пытались найти решение выхода из украинского конфликта. Украинские события и сегодня стали одной из главных тем. Россия и Америка должны сесть за стол переговоров и прекратить эту войну. Если Соединенные Штаты Америки будут заинтересованы в том, чтобы в Украине был мир и будут готовы в этом направлении делать конкретные шаги, они придут туда как миротворцы и смогут определиться с Россией. Европа не будет против, абсолютно не будет против, если вопрос будет решаться в направлении мира. Александр Лукашенко отметил, конфликт на Украине нужно погасить любой ценой. В России конфликта в Украине наелись все, особенно руководители. Сегодня идет поиск, как из этого выйти, нормально выйти. И Минск-2, вот здесь вот, вот здесь вот, на этих креслах начинался этот диалог, был сделан шаг в правильном направлении. Я не верю, что руководство Украины хочет, чтобы завтра там был мир. Я не верю. Надо быть хитрее, умнее и надо сделать то, о чем здесь договорились. Никаких интервенций на территорию Украины с территории Беларуси не будет, заверил президент. Что касается самих белорусов, впереди президентские выборы, они пройдут прозрачно и честно, пообещал Александр Лукашенко. Кроме того, в течение пяти лет страна намерена полностью рассчитаться по долгам и впредь не брать кредитов. Что касается зарплат, они вернутся на докризисный уровень. Мы вернемся на тот уровень зарплат, который у нас был вчера. Вот это я вам могу точно обещать. В течение года-двух мы, чего бы нам это ни стоило. Даже если будет ситуация на наших традиционных рынках в России, в Украине и так далее, такой, как сейчас, или ухудшаться. Мы очень серьезно занимаемся шестью, десятью, пятью или девятью странами дальней дуги, и мы уже полмиллиарда там торгуем. Сегодня на вопросы президент отвечал не только по-русски, но и по-белорусски, ведь оба языка имеют статус государственных. Я подчеркиваю свою принципиальную позицию. Язык – это больше, чем деньги, это больше, чем одежда, питание и так далее, и так далее. Наши люди еще этого не осознали. Но когда их за живое бы зацепили и стали им прямо указывать, на каком языке разговаривать, вот тогда бы люди поняли, что язык – это ценнее всего. Вообще, что касается культуры и идеологии, здесь всегда нужно действовать крайне осторожно, уверен Александр Лукашенко. Например, сносить памятники Ленину, их много в Беларуси, не стоит, считает президент. Рушить памятники я не сторонник. Смотрите, какая метаморфоза происходит. Россияне сегодня критикуют наших с вами собратьев за то, что они сносят памятники советским вождям. А кто пример показал? Не время было и сейчас не время. И я это не обещаю, и я это, видимо, не сделаю. Спрашивали и о личном сыновей, считает президент воспитывать должен отец. Своих троих он старался вырастить настоящими мужчинами. Все, что умею делать я, умеют делать мои старшие сыновья. Я хочу, чтобы и этот это умел. Он еще умеет, но он маленький, он не может рубить дрова и косить траву так, как я. А для мужика это надо. Я хочу, чтобы мои дети выросли мужиками настоящими. Чтобы он умел обращаться и с топором, и с молотком. Работящий человек, считает Александр Лукашенко, всегда заработает в Беларуси. Так что и соотечественников он призвал не искать счастья за границей, а строить свою жизнь на родине. Дарья Харькова, МИР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин